Этот колокол носит имя Александр Невский. Он будет являться главным колоколом звукоряда Александра Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Что примечательно в этом колоколе? Его мощный громкий звук, богатый обертонами, очень продолжительное звучание этого колокола. Достигается это благодаря геометрии колокола, соотношению диаметра к высоте толщины стенки колокола и, конечно же, технологии качества сплава и мастерства детейщиков. Именно в Каменске-Уральском мы много заводов смотрели, кто бы отлил главный колокол Лавры. И наилучшим образом подходил именно и по тембру, вот именно красоте тембра, звучанию мощному, громкому звучанию. И в то же время, попадая основным тоном, в звукоряд колоколов, которые уже подобраны. Три иконы главных здесь. Это икона, конечно же, Святой Троиц, икона Александра Невского. Что и название Лавры звучит Свято-Троиц, и Александра Невской Лавры. Это две главные иконы. И колокол у нас носит название, у него есть имя, имя Александр Невский. Вот оно здесь написано, на колоколе. А также, чуть ниже, отлита одна из самых известных фраз, одно из самых сильных изречений Александра Невского. Не в силе Бог, а в правде. Русский народ настолько любил колокольный звон, что многие части колокола отождествлял и с душой своей, и с душой народа, и с частями даже тела. Например, вот уши, за что крепится колокол, плечо, тулово, язык. Язык от этого колокола, он весит более 500 килограмм. Звук кованый. Зачем нужен такой тяжелый язык? Чтобы из массивного колокола выбить все обертона, чтобы звук колокола раскрылся. Единственное предприятие, которое кованые языки изготавливает, как в старину, это в Каменск-Уральском. Продолжение следует...